Вопросы, связанные с недавними кризисными явлениями в мире, сильно повлиявшими на народе финансов, которые в свою очередь играют важную роль в мировой экономике. Целью работы является изучение теории мировых финансов и рынка и кризиса на этом рынке с учетом новых явлений в условиях глобализации. Для достижения поставленной цели потребовалось решить следующие задачи. Изучить теоретический аспект функционирования мирового литературы системы, рассмотреть понятия мирового финансового кризиса, также рассмотреть и проанализировать особенности современного кризиса на мировом финансовом рынке. Изучить характерные черты финансового кризиса в практическую точку зрения в целях совершенствования и практики раннего подпорождая кризиса, на мировом финансовом рынке и снижениях негативных экономических последствий с использованием методов глобального регулирования финансового рынка. Также актуальна данная тема обусловлена отсутствием комплексных исследований, особенностей кризиса на мировом финансовом рынке и мер по его определению в современной экономической литературе. Международные валютные системы – это совокупность экономических отношений, основанных на международных соглашениях в области наличного оборота, валютных ценностей, а также институциональных образований, обслуживающих реальный денежный оборот в сфере международных операций и расчетов, посвящая национальную и региональную международную валютную систему. Основные элементы международной валютной системы – это резервная валюта, усиление конвертируемости валюты, инфицированный режим валютных квалитетов, регламентация режимов, международное регулирование валютных вымечений, международное регулирование международной валютной вымечения, инфикация использования международных вредных средств обращения, инфикация основных форм международных расчетов, режимов белых валютных рынков и международной организации. Кризис обычно определяют как резко на одном каком-либо процессе, носящий чаще всего негативный характер. Финансовый кризис всегда сопровождается такими явлениями, как буквальное падение валютных курсов, резкое повышение процентов ставок, массовое изъятие банков и среди депозитов, других кредитных учреждений, ограничение прекращения выдачи на личности со счетом, возвышение нормальной системы расчетов между компаниями, кризис денежного прощения и долгового кризиса. Финансовый кризис оказывает отрицательное воздействие на сектор материального производства и накопление капитала. Открешей проблемой становится занятость рабочей силой. Финансовый кризис 2007-2008 годов – это финансовый кризис в виде ипотечного кризиса банкротства банка и падение цены акций, ставший первой из стадии мирового экономического кризиса в 2008-2012 годах, на данный взгляд на великой рецессии. Позитновение кризиса связывается с следующими факторами общей цикличностью экономического развития, дисбалансом международной торговой и движением капитала, перегревом кредитного рынка и особенностями, принявшуюся его впоследствии мипотечного кризиса, кредитной экспансии, развертой в 80-х и начале 2000-х годов, высокими ценами на старевые товары и перегревом плотного рынка. Мировой финансовый кризис в 2008-м году предшественником его являлся ипотечный кризис США, первые кризисы которых появились в 2006-м году в форме снижения числа продаж домов и в начале 2007-го года переросли в кризис высокосковых ботичных кредитов. Летом в 2008-м году постепенно кризис безапатичный начал расформироваться в финансовый и затронул не только США. Начались банкротства крупных банков, спасение которых началось со стороны национальных правительств. Крутировки на фондовых рынках резко снизились в течение 2008-го года и в начале 2009-го. Для компаний существенно сократились возможности получения капитала при размещении цифровых ботов. В 2008-м кризис приобретен мировой характер и постепенно начал продвигаться по всеместным снижениям объема производства, снижения спроса и цены на сырье и росте безработицы. В результате изучения современного кризиса на финансовом рынке в России выделены его особенности по сравнению с другими странами. Кризис проявился в России в падении ВВП на 7,9%. Промышленного производства на 10,8%. В 2009-м году сокращение положительного сайта по текущим операциям платежного баланса практически в два раза. До 3,9% ВВП в 2009-м году. В сравнении с 6,2% в 2008-м году. В масштабном оттоке капитала 183 млрд долларов в США в 2008-м году. И в глубоком падении индекса фронтового рынка в целом на 6,8%. В 2013-м году номинальный объем ВВП России составил 66,7 трлн. рублей. Физический объем ВВП за 13-й год вырос на 1,3%. По оценкам эконом-развития в марте 2014 года рост ВВП России по отношению к аналогичному периоду составил 0,9%. Глубина БРИС, отличающая Россию от других стран, БРИС, обусловленная недостатком топлива и церковной модели экономического развития и проблемами отечественного финансового рынка, основные из которых – достаточная капитализация банков, преобладаемость корпоративных операций и эффективность внеставания реального сектора, экономики и зависимость корпоративного сектора от внешних займов. Мировой экономический кризис заставил правительству разных стран зарабатывать антикризисные программы. Основные антикризисные меры, которые можно отнести к одному из двух типов экономического стимулирования. Первое – это государственные инвестиции в создание и обновление в дистанцию. Второе – стимулирование потребительского спроса за счет субсидий налогов и от снижения базовой процентной ставки. Что влечет снижение процентов ставок от кредитов и по банковским документам. Трестная отложная помощь финансовым институтам необходимы избранным корпорациям, отличающимся по большим размерам и правооренческой закручиваемой. В 2008 году бюджетные антикризисные меры России составили 1,89 млрд. рублей. 2,6% из них на укрепление финансового сектора было направлено в 785 млрд. рублей, на поддержку реального сектора – 304 млрд. рублей. 4,7% из них на укрепление институтам. 1,8% из них на укрепление, которые обеспечили в кустой изvollе и выжилисию для России. количество меры – albo явibles в tracked значительным за�tt коррупции dashboards в участие производства. укрепиться здесь на укрепление институты 백신,